В праздник Успения Пресвятой Владычица Нашей Богородицы и Преснодея Марии Святая Церковь вспоминает правильную кончину или, говоря иначе, Успения Божьей Матери. События окрашены одновременно печалью об окончании жизненного пути Богородицы и радостью о воссоединении Пречистой Матери с Сыном. В древнегреческом языке слово Успение соответствует комисис, являющийся однокоренным с глаголом коймао, которое на русский язык переводится как «спать», «засыпать», «почить». Итак, слово Успение буквально означает мирную кончину, погружение в сон. Термин Успение наиболее применим в кончине святых подвижников в христианской церкви. Также в христианской традиции умершие называются усопшими. Те, кто бывает в церкви на службах регулярно, знают, что в просительной ектенье есть такие слова «Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим». Здесь мы видим некое отражение одного из смыслов термина Успения, когда христианин через обожение сподобляется блаженной кончины. Почитание Богородицы мы наблюдаем с начала христианской эры. Окончательно оно было закреплено на Третьем Вселенском Соборе 431 года в Эфесе. Тем не менее, что касается ее непосредственного жития, то оно проходит сквозь века в форме священного предания и апокрифов. Не все святые отцы были единогласны в событиях кончины Божьей Матери. Так, например, святитель Епифаний Кипрский предлагал три гипотезы кончины Пресвятой Богородицы – естественная смерть, мученичество и бессмертие. Тем не менее, общераспространенное предание говорит нам достаточно ясно о том, что последние годы своей земной жизни Дева Мария жила в Иерусалиме, много молилась, посещала места страданий Спасителя, Голгоф и Гроб Господень, и через много-много лет пред ней пристал Архангел Гавриил, который сообщил ей «Сын твой и Бог наш с Архангелами и Ангелами, Херувимами и Серафимами, с Небесными Духами и Душами Праведных, примет тебя Матерь Свою в Небесное Царство, чтобы ты жила и царствовал с Ним бесконечное время». Произойдет это через три дня, а в ознаменовании своих слов Архангел вручил Богородице ветвь райского древа. Когда настал час успения Богородицы, сам Спаситель сошел к ней в окружение ангелов, чтобы забрать всю душу с собой. Пресвятая Дева без всякого телесного страдания предала в руки своего Сына и Бога душу, и тотчас раздалось ангельское пение. Апостол, оплакав разлуку с Божьей Матерью, погребли тело, согласно ее воле, в пещере в Гефсимании, между могилами ее родителей Иосифа Обручника. Закрыв вход пещер большим камнем, они молились у входа три дня. Фома, опоздавший на погребение Богородицы, попросила открыть пещеру, чтобы поклониться ее праху, но тело Божьей Матери не обнаружил. Так все уверились, что Господь вознес Богородицу на небо вместе с телом. Вечером того дня Божья Матерь явилась к апостолам за ужином и сказала, «Радуйтесь, я с вами во все дни». Апостолы так обрадовались, что подняли часть хлеба, поставляемого на трапезу, в память Спасителя, воскликнув, «Пресвятая Богородица, помогай нам». Так возник чин возношения панагии, то есть в переводе с греческого «Всесвятой части хлеба в честь Богородицы». В монастырях эта традиция сохранилась по сей день. Существует много версий о том, сколько было лет на момент Успения Богородицы. Наиболее вероятно, что Божья Матерь скончалась примерно в 1957 году от Рождества Христова, прожив около 72 лет. Праздник Успения Пресвятой Богородицы восходит к первым векам христианства. О нем упоминают в своих сочинениях Блаженный Ироним и Григорий, епископ Турский. В Византии Успения Пресвятой Богородицы праздновали посеместно с 4 века. Общецерковным праздник стал с 595 года, когда византийский император Маврикий одержал победу над персами в день Успения Пресвятой Богородицы. Праздник Успения Богородицы в народе называют Малой Пасхой. Как Христос в третий день пробудился от смертного сна и воскрес телесно, так и Успение Богородицы оказалось всего лишь кратковременным сном. Христос возвал ее от смерти, к вечной жизни. И в третий день апостолы убедились, что она не просто жива. Теперь она пребывает с нами всегда и везде, утешая и поддерживая нас на пути ко Христу. На примере Богородицы мы убеждаемся, воскресение Христово действительно стало победой над смертью для всех, кто пребывает в общении с Ним и старается следовать Его заповедям. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что путь спасения Божия не открыт для всех и для каждого. Только от нас зависит, сумеем ли мы и семечка нашего крещения возрастить себе великое древо спасения. Будем также помнить, что смерть каждого христианина – это тоже успение. Ведь при всеобщем воскресении из мертвых душа и тело соединятся и будет единый новый человек. Только кому-то придется воскреснуть для вечной славы и блаженства, а кому-то придется вкусить горькие плоды безответственной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok